Молодая была, зелёная, испугалась аборта. А муж, ну, то есть отец Серёжи, он вообще ребёнка не хотел. По правде сказать, никакой не муж он мне был. Так сошлись. Любила я его. Ай, как любила. В дом ребёнка Серёжу отдала. Всё думала удержать как-то. Но поначалу правда удержала. Пообвыклись немного. Но здесь я хотела Серёжу взять уже. Бросил он меня и на север подался. Ну, я посидела, посидела немного и опять за ним. Вот так и получилось, что я от Серёжи отказалась. Всё мечтала свою жар-птицу поймать. Поймали? Грязи много поймала. Горе много. Как бессловесная тварь за ним таскалась. Унижалась. Так. Вы извините меня ради Бога. Просто я никому это никогда не рассказывала. Всё всегда в себе держала. Ну, а дальше что? Врать не буду. Поначалу редко сына вспоминала. Так ночью иногда пореву в подушку, а утром на работу. Ну, а чем дальше, тем больше. Серёжа, только глаза закрою. Серёжа, ну, просто хоть на крик кричи. Я тогда уже объявиться хотела. Я вернулась, но по общежитиям мыкалась. Ну, думаю, ну, вот сейчас я устроюсь как-то и возьму мальчика. А здесь за мной на фабрике человек один ухаживать стал. Добрый такой. Пётр Прокофьевич Рябцев, вдовец. Ну, я недолго думала. Расписались мы, я переехала к нему. И вот всё думаю, как я сейчас Пете расскажу, как мы пойдём и заберём Серёжу. И мы хоть понимали тогда, что он уже взрослый человек? Это если годы подсчитать. А так в мыслях он мне всё маленьким представлялся. Очень быстро время прошло. Ну, это у вас оно быстро прошло. Мы-то здесь в детском доме помедленнее живём. Да, ваша правда. С Петром Прокофьевичем недолго радовались. Меньше года. Инфаркт с ним случился прямо в подъезде. Так и не встал больше. И ничего про меня не узнал. Очень добрый человек был. И всё переживал, что детей нет. Вы не поверите просто. Однажды он говорит, Ксения, а может быть мы из детского дома мальчика возьмём? Я прям... И опять не могла сказать. Думаю, ну вот постепенно как-то. Ну, подготовлю его. Ну, похоронила я его. И в этой двухкомнатной квартире осталась. Большая, светлая квартира. Просто дворец. Хожу от стены к стене. Я думаю... Такая тоска. Ну, хоть просто из окна выбрасывай сам. Вы хоть понимаете, что Серёжа уже взрослый, он самостоятельный человек? Ну, спрашивается, ну, какие чувства он может к вам испытывать, когда столько лет прошло? Ну, вот он увидит вас, встретит. Он даже вас не узнает. А вдруг узнает? Ведь всё-таки сын. Сына Ксения воспитать нужно. Вырастить. Это же не собачка. Захотел, взял. Захотел, другому отдал. Да, это ваша правда. Я не судья. И судить в вашу жизнь не берусь. Тем более, вы человек взрослый. Но мой вам совет. Возвращайтесь обратно на фабрику. А Серёжа? Ну, а что Серёжа? Ну, Серёжа своя жизнь. И не надо ему мешать. Господи, что вы мешать? Я... Я отдать. Отдать. Ну, всё, что я имею. Ну, пусть эту квартиру возьмёт. Мне ничего не нужно. Ну, ведь вот он и в квартире не нуждается. Он у меня живёт. Я знаю это. Я же потому из фабрики уволилась и сюда устроилась, чтобы... Ну, чтобы поближе быть. Ну, чтобы вы просто увидели, что я за человек. Ну, вы же видите, я не боюсь работы. Ну, хотите, я просто бесплатно у вас буду мыть полы. Можно? Извините, пожалуйста, за беспокойство. Мне полотенце надо переменять. Мне ничего не надо. Только видеть его. Фотографии вот его со стенда украла. Вечерами смотрю на неё и плачу. Поздно теперь плакать. Мне лично вас не жалко. Ну, если... Если вы хотите, если можно, я... Ну, я, допустим, приду к вам. Ну, если этого нельзя, ну, может быть, просто он ко мне придёт. Я... Хотите, я напишу адрес. У меня очень простой адрес. Вы знаете, не трудитесь. Я Серёже ничего не скажу. И ко мне не приходите, не пущу. Выходит, мне совсем его нельзя увидеть. Нет, Александра Ивановна. Теперь нет. Что хотите про меня думаете. Да, я не мать. Но только нет ни другой дороги. Добро мне пустите. Я тайком проберусь. Я должна его увидеть. У меня нет без него жизни. Так и знаете. Шура! Шур! А! Мне Зая Васильевна сказала... Шур, что с тобой? Никто не приходил, не звонил? Нет, а в чём дело? Да нет, ничего, всё нормально. Ты плачь снимать собираешься? А, да, забыла. Ужинать час будем или попозже? Да. Да, конечно. Мам, ты вообще слышишь, что я говорю? Слышу, Серёжа. Я просто очень устала. Как Ира поживает? Нормально. Она платье белое шить собирается, а я против. Почему? Я в ЗАГСе был. Вот смехота. Там все невесты одинаковые, как солдаты. Платья белые, до пола. На головах занавески и лица такие глупые, ненатуральные. Посмотрим, какое у тебя будет лицо. За Иру я спокойна. Ира как, ничего? Очень даже ничего. Да, насчёт платья ей передай, я беру это на себя. Я попрошу Марью Тимофеевну, она сошьёт лучше, чем всякое ателье. Да. Спасибо. Ну, пойдём нам? Да, сейчас. Сейчас я только немножко... посижу. Потом что-нибудь вкусненькое приготовлю. Мама, у тебя неприятности? Нет. Почему? Я вижу. Да нет, это тебе показалось, да ну ерунда это. Я стараюсь, начальство недовольно, телефон трещит. В кабинете куча народу, все эти ребята. И всё? Всё. Ты кого-нибудь ждёшь? Нет. Кстати, Ира сказала, что и ты ей очень понравилась, что мне повезло. Это мне повезло. А помнишь, как ты у меня в кабинете в шкаф залез спрятался? Ой, я тогда чуть с ума не сошла. Всю милицию на ноги подняла. А ты сидела-то. Тихонько. Сколько мне тогда было? Ляд десять, не больше. А потом в кабинете никого народу и вдруг в шкафу кто-то чихнул. Ой, как я испугалась. Представляю. Нам хорошо с тобой, Серёжка. Конечно. Никто нам не нужен. Мам, ну ты опять это из-за свадьбы. Ну мы же договорились, что будем здесь жить. Здесь, у тебя. У нас. У нас. Ну да. Я и с родителями её говорил. Что будем жить у нас и никаких вариантов. Ладно. Ладно. Ну что? Пойдём на кухню что ли? Подожди. Кто это? Не знаю, сейчас пойду открою. Подожди, не надо. Почему, мам? Не открывай. Ну что с тобой? Ничего, просто не нужно открывать. Мы ведь никого не ждём и вообще. Нас нет дома. Нет и всё. Ну может кто по делу пришёл? Нет-нет, это глупость. Это просто ошиблись дверью. Вон. Ну слышишь? Нет же звонков. Я пойду посмотри. Подожди, Серёжа, я прошу тебя, не открывай, не нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы Александра Ивановна. Проходите. А вы кто? Я Потапов. Сеня. Господи, Сеня, ты давно когда-то приехал? Сегодня. А это Серёжа. Да я уже сообразил. А это мой старый друг, Семён Игнатьевич Потапов. Очень приятно, много о вас слышал. Да неужели? Значит можно пройти. Ну, Сеня, раздевайся, снимай пальто. Ухаживай, Серёж. Сенька, ты молодец, что ты приехал. Хорош, хорош. Мам, я в магазин схожу. Мам. 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 Я… Я хотела… А Ивановы живут тут? Знаете, я не знаю. Но вы спросите у кого-нибудь еще. Ивановы живут. Ивановы живут. Ивановы живут. Что теперь делать, ума не приложу. Главное, она твердо решила. Специально в детский дом устроилась. А Сережа… Ничего не знает. Ну, прежде всего, успокойся. Да и легко сказать, успокойся. Я боюсь. Вдруг она придет. Но ты сегодня звонил, так я открывать боялась. Конечно, он Сережка удивился. Слушай, а может ты все преувеличиваешь? А? Все-таки ты же парня подняла, ты его воспитала. А она мать. Расскажет ему, поплачет. Ты же понимаешь. Понимаю. Но все равно дергаться не надо. Прежде всего, не дергайся. Живи спокойно, как обычно. Как будто ничего не случилось. И не думай все время об этом. Так Бог знает, до чего додумаешься. А вдруг она позвонит. Наверняка Жужа уже телефон знает. Слушай, пойдем погуляем, а? Нет, Синь. Не могу. Боюсь Сережку одного дома оставлять. Хорошо. Тогда давай сменим тему. Вот я давно тебя не видел. Давай рассказывай, какие у тебя новости, как дела. Только какие новости, все по-прежнему. Живу, работаю, устаю. А ничего интересного. А ты как? Это уж помаленьку. Кстати, можешь поздравить. Без пяти минут директор комбината. Поздравляю. Ну, с женой разошелся, ты это знаешь. Дома стараюсь не бывать. Все это глупо получилось. Может, ты поторопился? Да, конечно, поторопился. Давно, когда женился. Теперь-то я понимаю. Сам виноват. Ладно, не грусти. Еще найдешь себе жену. Добрую, умную, хозяйственную. Ну и красивую обязательно. Теперь это легко. Легко, Шурочка, теперь только у начальства выговор схлопатывать. А человека найти. Нет, правда, есть одна такая. Есть. Умная, добрая, красивая. Как назлопнуешь. Все при ней. Женщина прекрасная-то. Можешь мне поверить. Ну, а чего ж ты теряешься? Да не получится ничего. Она в другом городе живет. Работает в детском доме. А Сеньки Потапова вспоминает два раза, три раза в год, когда он ей открытки присылает на праздник. Эй, милый. Я тоже эту женщину неплохо знаю. Но ты, Сенечка, в ней совсем не разобрался. Умная, красивая. Она просто старая, измученная лошадь. Которая везет свой воз и никак остановиться не может. На работе у нее сплошные неприятности. Приходит она домой поздно, в отвратительном настроении. Вообще у нее характер. Это не правда. Правда? Ну как? Я же с ней в одном городе живу знаю. Алло, слушаю. Добрый вечер. Да, Ира. Сейчас позову. Сережа. Тебя, Ира. Слушай, а вот эта женщина. Тихо. Я так и не понял. Она что, у тебя что ли у дедовицы работают? Уборщицей. Ситуация. Слушай, а кто об этом знает? Маша, ты. Больше никто. Что? Как же с Сережкой-то? Можете ему все рассказать? По-моему, лучше сидеть ты сама. Ой, откуда я знаю, как лучше? Ребята. Вынимание, ребята. Ребята, сделайте потише. Внимание! Сегодня мы поздравляем наших именинников, Лену Гуськову и Петра Рябинина. Похлопаем им, ребята. В этот радостный день хочется, во-первых, пожелать им много счастья, и во-вторых, успехов в учебе. Тем более, что есть у нас в отряде и пропуски по неуважительной, и неисправленные двойки. Правда, Петя? Но теперь, я думаю, все будет по-другому. Ребята, многие из вас учатся в седьмом классе, а значит, что вы уже взрослые люди. Поэтому вопросы поведения и дисциплины именно сегодня приобретают для нас особо важное значение. Нина Петровна, можно мне сказать? Да, конечно, Александра Ивановна. По поводу поведения и дисциплины мы послушаем Александру Ивановну. Ну, что вам, ребята, сказать про поведение? Поведение очень плохое, просто ужасное. Магнитофон работает, записи отличные, никто не танцует. Мужчины, в чем дело, молодые люди? Я предлагаю включить магнитофон и начать танцевать. Магнитофон и начать танцевать. Поведение. Магнитофон и начать танцевать. Мне правда у тебя надежда, Нина Петровна. Да уж. Не пойму я только откуда такая любовь к собраниям или чем. Ну, если человек работает воспитателем, он считает, что он должен 24 часа воспитывать в сутки. Я не так надеялась, все-таки, с образованием. Шура, она ведь старается. Современная такая, начитанная. Старается она. И что делает, она считает, что это все правильно. Ты Рябцева видела? Видела. Ну что, как у меня? Как всегда. Ой, Маша, боюсь Сережку одна ладоня оставлять. Сегодня поздно придет в институцию. А мне все время кажется, что она ставит денежку у подъезда и ждет. Чего же, не накручивай. Сережа любит тебя. Не так. Ты так? Дура, я еще радовалась, что вроде хорошую нянечку нашли. Перестань, перестань. Как Маша изменился, да, детский дом? Да. Пирожные на столе, конфеты. Немножко поели больше, но не хотели. А мы в 42-м году сколько получили? Муки 20 грамм, мясо 56 грамм, кулинарных изделий 50 грамм. Среди ночи разбуди, позови к столу. Кажется, со всех ног побежишь. Конфеты. А для меня самым вкусным было, знаешь что? Компот. Бутербург. Ой. Смотрите, можно возьмем? Ну да. Не помешаю. Нет. Александра Ивановна, скажите мне откровенно, почему вы меня не любите? Ну, я думаю, Нина, это не самое страшное. Пусть вас любят молодые люди. Ну, тогда почему вы подрываете мой авторитет? Получается, что вопросы дисциплины и поведения вас совершенно не интересуют. Ну, как мне работать после этого с детьми? Ну, что, напротив. Я не против дисциплины, а скорее за нее. Но, согласитесь, у детей должен быть праздник. Характер подростком формируется без выходных и праздников. В этом деле простой быть не может. Очень сильно сказано. Но, знаете, у нас ведь не фабрика, не конвейер. И вы имеете дело ни с системами, ни с узлами. Правила, они ведь хороши для учебников по педагогике. А у нас все сплошь исключение. А вы не забыли, что мой отряд по успеваемости на одном из первых мест? Мам потанцевать не хочется. А я здесь не для этого нахожусь. Да? Жалко уж. Будет мне столько лет, сколько вам я бы обязательно танцевала. Ну, что же мы. Пойдем? Куда? Ну, у вас, наверное, есть какие-то неотложенные дела. Оставим ребят одни. А у меня самое неотложенное дело – это следить за порядком в отряде. Когда вам было 14 лет, вы праздновали День Рождения? Да. А что вам тогда хотелось больше всего? Ну, хорошо, я могу вам помочь. Вам больше всего хотелось, чтобы взрослые все сделали, оставили вас наедине с вашими друзьями. Так что пойдемте? Пойдем. Признаться, не ждала вас у себя. Насколько мне известно, ваш сын вернулся домой. Мы, кажется, совместными усилиями убедили его, что убегать из дома – это ребячество. Так что еще что-нибудь случилось? Нет. Случилось. После этой дурацкой истории с вещами, даже не знаю, как сказать, куртку и джинсы нам вернули, а вот сына мы потеряли. Не надо так говорить. Потеряли ли она? Он неделю со мной не разговаривает. Нет, он вежлив. Здравствуйте, до свидания. Спасибо, пожалуйста. Но ведь раньше по-другому было. Да я во всем виновата. Что теперь говорить? Конечно, не надо было требовать назад эти дурацкие тряпки. Павлик отдал, а мы... Я как лучше хотел. Хотела, чтобы мальчик был красивый одет. Господи, я себе никогда столько не покупала. Да я тоже хорош. Зачем я тебя послушал? Сразу было видно, что он влюбился в эту девочку. А что я? Разве против воли? Конечно, Лена, конечно. Чего теперь врать? Мы испугались. Мы очень испугались. У Павлика все так серьезно. Вот мы и представили Олю Макееву в своей квартире. Вы знаете, вы зря испугались. Когда Паша узнал, что мы ходили в детский дом жаловаться, вы знаете, он ничего мне не сказал. Он только посмотрел. Борис, не надо. Так посмотрел. Это все эмоции. Мы не для этого сюда пришли. Да-да, верно. Слушайте, что вы делаете? Александра Ивановна, вы должны это взять. Я вас очень прошу. Вещи новые. Мы покупали сыну много, может быть, слишком много. Я иногда за границу ездил. Ну вот. А я думаю, что мальчикам это кому-нибудь пригодится. Уберите это, пожалуйста. Нет, нет, нет. Поймите нас правильно. Мы с Леной очень долго думали. Это совершенно необходимо. Ведь он думает, что нам жалко. Я сыне говорю. Что нам тряпки всего дороже. Оля к нам больше не приходит. Павел стал уходить из дома каждый вечер. Она, конечно, обиделась. Вы ей скажите, пожалуйста. Вы ей объясните. Я девять месяцев лежала. Вы как женщина поймете. Меня сейчас даже вспомнить страшно. Врачи были все против. Да одного. Александра Ивановна. У нас единственный сын. Помогите нам. Я не могу взять эти вещи. Почему? Ну вы сами подумайте, сообразите. Как я их раздавать буду? Что пришли добрые тетенька с дяденькой и принесли кому от кого. Потом на всех не хватит. А как я делить буду? Делить не годится. Как разделишь? У тебя пятерки, получай джинсы. У тебя четверки, получай рубашку. Так? Значит, никак нельзя. Тогда деньги. Ведь я могу передать детскому дому деньги. Нет, так тоже нельзя. Мы вправе перечислить на наш счет в банке любую сумму. Запишу номер. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем, Барс. Подожди, Лена, я сейчас спрошу. Александра Ивановна, вот вы опытный человек, много тут видели всякого. Что нам делать с сыном теперь? Я неплохой инженер, честное слово. Я в своем деле кое-что могу. А тут просто не знаю, честное слово. Не знаю. Я не знаю. Вот вы говорите, опытный человек. А я с каждым ребенком все сначала начинаю. Появится новенький весь мой опыт. Можно бы истренько вон форчику выбросить. Потому что рецептов тут никаких нет. И быть не может. Да, конечно, вы правы. А парень у вас хороший. Позавидовать можно. Правда? А вы бы слышали, как он играет. Он замечательно играет. У него такой слух. Пойдем. Пойдем, Лена. Пойдем. Извините. Александра Ивановна! Александра Ивановна! Александра Ивановна! Сумасшедший! Пустишь! Да что с тобой? Ой, Александр Ивановна! Вы не поверите! Мне же ордер дали! У меня теперь комната будет огромная! Своя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проходите. Под0! Хорошо? Просторно. Ты посмотри. Как здорово! О hairdresser, девочка, девочка, ну не верю. Действительно наводвое. Главное, тихо. И комната очень солнечная, очень милая у тебя. Ты знаешь, район прекрасный, от остановки близко. Мы пешком шли. А соседей много? Трое. Муж, жена и ребенок маленький. Если маленький, то по ночам будут кричать. Да что вы, такой тихий мальчик. И вообще, ну все так замечательно. Я не знаю, я тридя как пьяный хожу. Я не могу никак поверить. Вот, ремонт начала. Ну что, девочки, давайте стол накрываем. Главное, Ларисочка, замуж не торгит. Почему? Раньше времени выйдешь, пиши пропало, да, девочки? Неожиданный совет. Ну вот я, Ларис, в медицинский собиралась. Куда там, еле-еле училище кончила. А не вышла бы замуж, была бы сейчас врачом. Лариска, никого не слушай. Слушай директора. Если есть за кого, выходи. Да нет пока. Ой, ой. Ну давайте. Ой, ой. Покраснела наша Лариса. Ничего не покраснела. Ой, ой. Мы пока не собираемся. Все таки мы. Значит, кто-то есть. Мы с Мишей учимся вместе. Только он на четвертом курсе. О, Лишка не отсюда. Он из деревни. Лариса, значит у вас все в порядке. Если он из деревни, значит у него нет прописки. И женится как миленький. Извините, я там на кухню посмотрю. А вам не стыдно, Нина? Как вы могли так сказать? А что? Я ничего такого не сказала. Вы человека обидели. Пошутить нельзя. И вы взяно не обиделась? Вы знаете, Нина, у меня такое ощущение, что вам нельзя работать воспитателем. То есть? Ну вот я давно к вам присматриваюсь. Мне кажется, будет лучше для всех, если вы подадите заявление об уходе. Это что, вы серьезно? Ну, слава богу, кроме вас еще есть люди. Не все вам решать. Есть повыше. Да, конечно, я тут не одна, вот у нас четверо. Ну, пусть каждый скажет. Я согласна. Нина, вам лучше уйти. Я тоже такого мнения. Ну, в общем-то, не мне такую решать. Но, честно говоря, я тоже замечала. А у нас ведь дети. И они многое видят. А я не хочу. И вообще, это все, что здесь делать, это все незаконно. Я жду от вас заявления. По собственному желанию. Не дождитесь. Я, между прочим, сюда пришла по собственному желанию, а не по лимиту. А вот что же, вы думаете, что я ничего не понимаю? Вы думаете, я не вижу? Вы здесь такие все добренькие собрались, да? Ребятишек жалеете, любите всех подряд. А я злая. Я равнодушная. Но, между прочим, по головке гладить очень легко. Вот спрашивать, как я, будет потруднее. А в жизни их никто жалеть не будет. В жизни дело делать надо. Без эмоций. Вы знаете, Нина, вы никого, кроме себя, не любите. А любить необязательно. Мне деньги платят не за любовь, а за работу. За хорошую, добросовестную работу. К сожалению, она так просто не уйдет. Жаловаться будет. Ну, вот и я. Девочка, миленький, я тебя очень прошу. Поднимись, пожалуйста, на восьмой этаж. Квартира 63-я. Спросишь Сергея и отдай. А зачем? Вы сами поднимитесь. Я не могу, миленький, я очень тороплюсь. Я прошу тебя, очень, пожалуйста, сделаю. Ладно, кому отдать, Сергею? Сергею. Спасибо тебе большое. Здравствуйте, вам просили передать. Мне кто? Не знаю, какая-то женщина. Она очень торопилась. Это вы, Сергей? Я. Тогда вам. Спасибо. Это что такое? Не знаю, тяжеленький. Узнаю маму Шуру. Очередной сюрприз. Слушай, посмотрим. Конечно, поглядим. Какой красивый. Ну, мать. Ну, дают. Сама убежала. Крутится. Заездили ее в детдоме. Сережка. Пойди прямо сразу примерь. Замечательный костюм. И цвет твой. Очень хорошо. Да, да, Валерий Иванович. А здесь мы не расходимся. Грамотами Раной и Александрову, и Воронцову. Да мы еще созвонимся. Да, пока. Жалуются на вас, Александр Иванович. Это хорошо. Оригинальная точка зрения. Вы всегда так разговариваете с начальством? Стараюсь. Надеюсь, вы здесь недавно, а вот ваш предшественник, он очень хорошо изучил меня и махнул рукой. Не беспокойтесь. Я не махну. Вас интересует, кто жалуется и почему? Жалуется Нина Петровна Махова. В своей жалобе она, вероятно, пишет, что директор Иванович ведет себя грубо и несправедливо. Что она считает себя хозяйкой детского дома. Что она принимает на работу людей без педагогического образования. А трудолюбивых сотрудников со специальным образованием она увольняет. Почти угадали. Ну, уточним. Нина Петровна справляется со своими обязанностями? Формально, да. Молодой специалист, полтора года, без замечаний, взысканий, так? Так. Так в чем же дело? Нина Петровна неважный человек. И что же? Ну, самое главное. Я, например, считаю, что в детском доме должны работать только добрые люди. Вы со мной не согласны? Полтора года назад вы взяли ее на работу. Теперь хотите уволить? Почему? Она неважный человек. А в трудовом законодательстве нет такой статьи. Очень жаль. Значит так, товарищ Ваняева. Я выслушал вас с большим интересом. Помню ваше выступление на совещании. Оно мне очень понравилось. В дальнейшем вы будете внимательнее при подборе педагогических кадров. А пока не трогайте Махову. Пусть работает. Нет. По какой статье вы собираетесь ее уволить? По собственному желанию. Матвей Семенович, у нас дружный коллектив. Если с ней никто не разговаривает, она долго не выдержит. Но вы сами жалуетесь на нехватку кадров. Нам нужны воспитатели? Нужны. Поймите вы, уволим одного другого, кто будет работать. Вы поймите меня, воспитателем может быть практически каждый человек. И образование в данном смысле не имеет большого значения. Конечно, лучше, если это будет специалист с педагогическим образованием. Но если нет, если ко мне придет ткачиха, ко мне придет слесарь, люди, которые прекрасно относятся к детям, которые в каждом ребенке видят личность, да я их с руками и ногами оторву. Взять на работу человека я могу, уволить ни за что. Вы будете экспериментировать, но я буду читать их жалоб. Вполне возможно. Что же мне делать, как вы считаете? Ну, я не знаю. Либо вам нужно выгнать Ваня и его с работы, либо начать ей помогать. Одно из двух. Легче помогать. Почему? А где вы найдете директора на моем месте? Теперь дураков нет, все умные. А у нас работа в детском доме, сами знаете. Работа и зарплата. Они вон как штангисты. В разных весовых категориях выступают. Работа в тяжелом весе. Да, а зарплата в легком. Алло. Да? Да нет, подожди. Мы тут беседуем. Александр Иванович, уйдите. Делать нечего, придется помогать. Да, помогать, говорю. Да не тебе, не тебе, мне помогать. Триста пятьдесят пять, пожалуйста. Пожалуйста. Проходи, проходи. Удобно устроился. Номер для солидных, командировочных. Ты обратил внимание, как на меня дежурную посмотрела? Раздевайся, раздевайся. Как же она на тебя посмотрела? С профессиональным любопытством. Я уже интересно, когда я отсюда уйду. А когда ты отсюда уйдешь? Да, наверное, минут через десять. Мне еще нужно на работу забежать, а то в больницу. Что, заболела? Нет, мне болеть некогда. У меня туаля Зайцев с аппендицитом. Ну, беги. Еще тогда спасибо, что помогла. А то я в этих магазинах теряюсь, как мальчишка. Ну, ты все заказывал, по-моему? Почти. Сеня, я хотела тебя попросить. В одном деле. Пожалуйста. Ну, значит, я тут... Долго думала. Конечно, нельзя больше тянуть. Я ведь тогда с этим костюмом-то еле отвертелась. Сережка до сих пор думает, что этот костюм я ему купила. Правильно ему нужно все сказать, но... Я вот вчера целый вечер готовилась ей. Сказала? Струсила. Понятно. Значит, ты хочешь, чтобы я, да? Сеня, понимаешь, тут же нужно не просто сказать. Ты человек посторонний для Сережи. Ты все сразу поймешь. А вдруг он обрадуется, что у него настоящая мать появилась. А если я буду с ним разгореть, я вообще ничего не пойму. Ну, хорошо. Сделаю. Да? Тогда завтра часов восемь приходи домой, я задержусь. А Сережку дома будет. Договорились? Договорились. Спасибо. Слушай, Давай вместе побегаем, а? А когда, Сень? Нет, сейчас мне уже бежать нужно. Ну, хорошо. Знаешь что, сядь. Садись. Нет, твой мальчик, это там, как вот, Толя, Зайцев, он там не умрет в больнице, 10 минут подождет? Нет, он подождет. Ну, это хорошо. Ты, пожалуйста, начинай надевляйся. Пожалуйста. Я, в общем-то, давно хотел с тобой поговорить. Ну, я все равно не решался, я как-то откладывал. Вот. Потому что сам виноват. Господи, ну, деревянный язык просто. Ну, хорошо, ну, зачем я сюда приехал, как ты думаешь? Ну, конечно, там командировка, да, дела всегда найдутся. Шура, скажи, ты не могла бы уехать со мной? Куда, Сень? Ну, правда, город у нас действительно маленький, молодой еще. Ну, перспективный, и потом возможности. И хвастать не хочу, но я директор комбината, сама понимаешь. В общем, квартира будет, все будет. Ну, я понимаю, да я опять понимаю, что я не то говорю. Ну, хорошо. Сколько лет я тебя знаю? Много. Много, Шура. Ну, в молодости там я наделал глупости, но с кем не бывает. Может, еще не поздно, Шура? По-моему, не поздно. Ну, забрали бы. Сережку бы забрали, ну. Ну, там учиться-то везде можно. Жил бы для вас. Ты только не надо торопиться и не говори нет. Подожди. Опять же, если мы Сережку увезем, никакая мать его там не найдет. А ты будешь в школе работать директором. Это я вам беру на себя. Если Сережка жениться на дому, пожалуйста, возьмем жену. Прекрасный бы дом получился. Слушай, я люблю тебя, Шура. Понятно. Все-таки сказал. А я думал, никогда не скажешь. Не надо никогда уходить. Нет, Сень, что ты, у меня, знаешь, сколько дел еще сегодня. Сейчас пойду потихоньку. Нужно еще больницу действительно забежать. Зайцевой, Сережки, штаник приготовить, он же у меня, знаешь, как беспризорный. Потом. Надо там детдом тоже. Ну, если надо. Не слушай меня, Сень. Мне никуда не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Лена Тимофеевна. Хорошо, Лена. Что, не случилось, Шура? А Сережка все нормально? Маш, ты только не удивляйся. Я, кажется, уезжаю. Ты только мне не говори, что я с ума сошла, я все обдумаю. Что ты обдумала? Говори толком. Ну, в общем, сегодня мы говорили с Сеней, и он хочет, чтобы я уехала с ним. Значит, что, замуж выходишь? Поздравляю. Ну, что ты, может, так поздравляешь, как будто не рада? Да все как-то неожиданно. Правда, чего там неожиданного, когда у вас это давно тянется, нечем тут удивляться. Он и Сережу зовет, он хочет, чтобы как-то мы все вместе. Он хочет, он зовет, а ты? Знаешь, что я-то, Маш, я уже не молодая уже. Ну, посмотри на меня. 45 лет скоро. Сколько моих годочков осталось, так, если уж честно? Да уж, если честно, мне моя пенсия давно уже прокричала. А твоя, не за горами, не успеешь оглянуться. Ведь дело-то не в этом. Неужели поедешь? Маш, я все обдумала. И ты мне только, ради бога, ничего не говори, потому что я заранее знаю, что ты мне скажешь. Если я сейчас не решу, то все. Ну, я себе ничего не ответила, потому что я так растерялась. А потом вот домой шла и сюда, и все, думала, ну что, он уедет. И останусь я одна. И сегодня одна, и завтра одна, и послезавтра одна. А потом, ты знаешь, Сережа, решение всех проблем. Мы уедем, кто нас там найдет. В общем, я как-то уже все так обдумала. Вижу. Ну, что работать можно там, в школе. Можно. Везде можно работать. Нет, 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 нет. Главное решиться. Все остальное чепуха. Барахло старое брошу, мне жалко. Сережка, думаю, меня поймет. А Ира, ну что же. Если у них там серьезно такая, она может к нам приехать. Ой, мне только бы вот собраться и заявление написать. Правильно. Напиши заявление. В связи с тем, что хочу замуж и боюсь остаться на старости лет одна, прошу уволить меня по собственному желанию. А старое барахло и детский дом, в котором проработала двадцать с лишним лет, оставляю с легкостью. Число поставь и подпись. Напишу. И подпишу, и вот сейчас пойду и напишу. Здрасте. Добрый день. Брось, Маш, будь ты на моем месте, ты бы за ним в припрыжку побежала. Акшур, хороший человек сегодня Потапов. Любая бы за него с радостью пошла. Но ведь я от тебя много лет знаю. Но зачем же тебе себя обманывать? Никуда ты отсюда не уедешь. Интересно, почему это? Уж не ты ли мне помешаешь? Зачем? Я женщина, я все понимаю. Но ведь поздно, Шура. Детский дом для нас все. И семья, и муж, и дети. Так что никуда от него не деться. Здравствуйте, Арсеновна. Извини, Шура, я пойду. Я дома вечером, позвони. Позвони. Вы когда уезжать собираетесь? Скоро, в пятницу улетаю. Ясно. Куришь? Да нет, иногда. Можно я вам один вопрос задам? Пожалуйста. Вы как к Александре Ивановне относитесь? Я? Хорошо отношусь. Ну, хорошо это ничего. Вы же знаете, какой она человек. Слепой и то увидит. К тому же я знаю, что вы развелись с женой. Если у вас это не серьезно, то вы лучше в следующий раз не приезжайте. Все равно не пущу. Суровый ты человек. Нет, вы зря улыбаетесь. Вы же меня прекрасно поняли. Понял. Только ты Сереже в открытую дверь стучишь. Сеня от меня зависит, от нее. А я Шурку давно люблю еще с детского дома. Любите с детского дома? А женились с ним другой. Непонятно. Да мне и самому сейчас непонятно. Много я глупостей наделал. Не все так просто. Может, вы пьющий? Да нет, не очень. А что, похуже? Да нет. Я так для себя. Знаешь, ведь с тобой тоже надо поговорить. Давай-ка присядем. Ну, ты сам знаешь, что жизнь штука сложная, да? Всякое в ней бывает. Иной раз такое случится, что... Впрочем, извини меня. Я лучше без подходов. Сережа, у тебя есть мать? Ну, есть. Я не о Шуре говорю. Настоящая мать. Ну, а чего о ней говорить-то? Она живет где-то в другом городе. Она в этом городе живет, рядом. В детском доме работает. Рябцева Ксения. В каком детдоме? У тебя нашлась мать, понимаешь? Потихоньку устроилась в детский дом. Уборщица. Потом Шуре во всем призналась. Сказала про тебя. Все. Нет, ну, это ошибка, потому что... Моя фамилия Петренко. Я не знаю никакой Рябцевой. Все правильно. Она по мужу Рябцевой. Она хочет тебя видеть. Что же мне делать теперь? Ты человек взрослый. Решай сам. Вон, видишь, вход? Да. Войдешь в вестибюль, попроси кого-нибудь из ребят, чтобы позвали Ксению Рябцеву. И постарайся не попадать на глаза маме Шуре, ладно? А то врать придется. Хорошо, Сережа. Если увидишь, ну, скажи ей, ну, чтобы насчет платья пришла. Ладно. Ну, давай. Ты только не волнуйся, ладно? Хорошо. Все хорошо. ПОЕЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, сынок. Здравствуйте. Я прям как чувствовала сегодня. Все с утра из рук валилось. Сережа. Сынок. Не плачьте, пожалуйста. Нет, нет. Я не буду. Я не буду. Радость какая сегодня. Зачем уже плакать? Никакой радости. Я с вами поговорить пришел. Конечно. Конечно, поговорим. Девушка ваша, да? Это не имеет значения. Вы чего пришли? Радоваться, целоваться, обниматься? Здравствуй, мамочка. Наконец-то тебя нашел, да? Ничего у нас не выйдет. Сереженька. Сынок. Вы не сынок, я вам. У меня есть мать. Настоящий, понимаете? Не то, что вы. Если вы будете мешать, я в милицию заявлю. Я что-то не понимаю, Сереж. А что тут непонятного-то? Интересненькая история. Столько лет не хотели видеть, а тут захотели вдруг. Зачем вы устроились в детдом? Ну, кто вас просил? Надо обязательно в чужую жизнь влезть и все испортить. Да что ты, Сереженька? Разве я что хочу испортить? Я все отдать тебе. Вот возьмите. Мне от чужих людей ничего не надо. У меня все есть. Пошли, Ира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что? Часов семь-восемь не больше. Я никогда на самолете не летал. Все время на поезде. Что успеешь еще? Вообще ничего интересного. Сидишь, едешь, как в автобусе. Никакой разницы. Скоро твой рейс объявят? Мы не пропустим? Нет, нет, здесь слышно. Когда опять приедешь? Не знаю. Когда вызовут. Твой? Нет, мосту 92-й. Слушай, поищи, как здесь аптечный ларек. Купи мне что-нибудь, а то голова болит. Надо таблетку принять. Вы только не уходите никуда, ладно? Хорошо. Ничего у меня не болит, соврал я. Ну что, Жора, что ты молчишь? Я ведь все понимаю, давай. Говори прямо. Я не знаю, Сеня. У тебя есть кто-нибудь? Ну что, значит, тогда можно тебя ждать? Я понимаю, не сейчас, и сразу. Поверь, нам хорошо будет. Я все для этого сделаю, максимально. Не могу я, Сеня. Почему? Ты не думай, у меня... Кроме тебя, никого нет на свете. Сережка и ты, все мои родные. Все детские дома. Ты можешь свою работу поменять? Я не могу. Кажется, устала, надоела. Пропади все пропадом. Бежал бы из этого проклятого детского дома. А потом... Ну, ты приедешь? Обязательно приедешь? Приеду. Обещаю. Обещаю. Анаргин, подойдет? Да, спасибо. Вот. Умой. Ну что, Сеня, звони. Не пропадай. Ну, Жаня, Сережа. Очень рад был с тобой познакомиться. Приезжайте. Шуру береги. Прошу. И еще. Человек-то взрослый. И хочешь, там же будешь. Понял? Я понял. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, пошли, мама. Мам. Сейчас, подожди минуточку. Тебе что, плохо? Нет, сейчас давно поедем. Мам, может, ты за этой историей переживаешь? Не надо, я уже с ней поговорил. С реакцией. Как поговорил, когда? Поговорил, и все. Она нам звонить больше не будет, и не придет. Я люблю тебя, без ума люблю. Об одной тебе думу-думаю, для одной тебя сердцем чувствую, для одной тебя жизнью радую. Успокой ты меня, неспокойно, осчастлив ты меня, несчастливого. Ирочка, ты дай руку мне, дева чудная, милый друг ты мой, моя душечка. Я бы рано улетела. Шурочка, смотри, по-моему, неплохо. Пусть завтра зайдет Ирочка и примерит. Да, хорошо. А ты в чем будешь? Да? Найду в чем-нибудь. Да знаю, твой гардероб. Все-таки свадьба. Будущая свекровь должна быть в порядке. Кто будущая? Свекровь. У нас во дворе говорят свекруха. Жуткое какое-то прозвище. Теща еще хуже. Так что тебе повезло. Слушай, а как твоя Маринка с мужем живет? Да ничего. Ссорится, мирится. Живут. Ты посмотри, чай тут не опутала. Последи за мной. Слежу, Маша, слежу. Шурочка, да что с тобой сегодня? Да ничего. Ну, посмотри на себя в зеркало. Да ничего мне на себя смотреть. Все, кажется, хорошо. За Сережу, вот и напрасно беспокоилась. Оказался настоящий парень. Настоящий мужчина. Радоваться надо. Я и радуюсь. Что-то не похоже. Шур, в нашем деле приживают столько одинокие женщины. Одинокие. Возьми Зою Васильеву. Ларису Шевелеву. Свету. Да и я. Когда я стала отдавать себя все воспитанию. Потеряла, когда мужа. Замуж свою дочь отдала. Это не потому, что у меня времени не было. Потому что человек, мне кажется, не может разбрасываться. Он чем-то одним должен быть занят. Тем более в нашем деле. С нашими детьми. Или-или. Ну, чего ты расстраиваешься? Мария Тимофеевна, вот вы где. А я вас ищу, вас к телефону. Спасибо. Сейчас, сейчас. Ну, сейчас приду. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 ПЕЧАЛНАЯ 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 МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛНАЯ 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 МУЗЫКА